всем привет сегодня покатаемся немножко по буеносайресу поеду в район сабедра называется обычный такой жилой райончик мне там нужна мастерская для машины то есть машины ничего не случилось просто получил как бы напоминание в письменном виде о том что надо сделать называется раба даты кристалли что это такое расскажу заодно я буду рассказывать а вы посмотрите немножко буенос-айрес раба даты кристаллис кристаллис это стекла на машине до раба да это подписи ну подписать типа выгравировать гравировка стекла гравировка стекла у нас правительство городское придумала такую штуку типа как бы они объясняют что эти против краж но я не очень скажу честно разделяя их не мнение что этот настолько полезная штука что на стеклах на всех на машине должна быть гравировка гравировка номера машины допустим вот какой номер на машине то и гравировка у нас и так примеру шли эти самые стекла выгравленными номерами шасси машины видите вот как у нас завода с фабрики идет допустим на моих стеклах выиграли номер машины шасси вот что на фабрике но их это не устраивает им надо что все у нас выгравировали себе номер машины на этом самом на всех стеклах и кто не выгравирует тому ну типа если поймаешь на там полиция не посмотрю не выравнил тому штраф там как всегда у нас все штрафы дикие не знаю сколько штраф за это плюс уже в этом году мне надо будет тихо смотр проходить потому что у нас до двух лет новая машина не проходит а с двух лет надо раз на ту проходите хас но раньше не было это тоже нововведение сейчас буэнос-айрусе именно проходить тихо смотр капиталь федерале у нас раньше таких смотров не было бы не провинции капитале не было сейчас есть и там тоже если приедешь и не будет этого раба да как будто не пройдешь техосмотр соответственно все в куче прислали бумажку что вот течение 7 дней после получения бумажки вы должны себе там это самое гравировать на стеклах номер машины и если хотите можете зайти там на страницу городского правительства и взять там тур но как это называется взять себе в общем записаться в какой мастерской на какое время подъехать чтобы сделать эту гравировку гравировка это стоит 820 ps 820 ps у нас 20 ps 1 доллар ну вот и посчитайте скажем так где-то 41 доллар что ли выходит до стоит гравировка на стеклах этих штук сколько она займет времени не знаю думаю что быстро потому что я записывался на 940 и следующее время для записи было свободное на 10 также думаешь минут 20 я думаю может там что-то не так может там больше но одним словом еду гравировать стекла вот этим за но что самое такое интересное как бы когда на страницу зашел посмотрел там назовите там ваше имя там то сего заполните общем данные чтобы взять тур на тур ну чтобы записаться в общем на какое время вы там будете приедете в гараж на гравировку стекол по интернету я там все записывал записывал потом типа укажите свое место где вы живете свой район пятое-десятое и начинает а теперь на выбор типа в каком гараже на какое время вы хотите записаться что ты начал перебирать то ли я не внимательно смотрел то ли шо ну все время и все в общем выдавал мне два гаража то ли она взяла так чтобы ближайшие ко мне хотя и не думаешь это прямо там ближайший 5 километров от меня ближайший гараж то ли это как бы может их других можно поделать эту гравировку без никаких записей без ничего просто подъехать и сделать там есть около стоит и все наверняка они тоже делает я этого ну как бы не обдумал просто взял через страницу записался на странице мне выдавало два раза вместо нас такое впечатление что там один мужик эти два гаража держит где-то там знакомств правительством или еще что-нибудь и только его гаражи и выдает чтобы все к нему ездили мне кажется что тут блин больше бизнес на это построен чем на самом деле два гаража мог делать гравировку капиталь федерале одним словом записался я вот сейчас у меня 920 я на 940 еще 20 минут выставил так сказать gps поеду делать эту гравировку заодно вам немножко город покажу после вчерашних там выступление один писал говорит елки-палки ваша и правду вот после показывает сюда свернуть давай свернем мы точно не знаю где-то это кадре знаю на сабель который не выдала бумажка ну как туда ехать я выставил вот тоже пресс на телефоне и по нему это кстати вини до бальвин вот это вот он так сделали неплохо он много тоже магазинчиком всевозможные магазинчики все такие которые продают запчасти тут такое берет то есть инструменты всякие такого стиля магазинчики то есть не одежды там не это самое такое более же железячные хотя тут будет сейчас пункт и колеса делает и один раз мне там так сделали шуме колесо после этого отвалилась просто на дороге хорошо на маленькой скорости на старой машине меня ли там какие-то штуки одним словом я больше туда бы в жизни не поеду меня так вот вчера мы рассказывали там немножко когда поздравлялись масленицей все сегодня кстати 14 число кого там еще поздравлению дошли 14 февраля во всем кому там это надо говорят это прочитала даже день компьютерщика так вообще куча праздников день компьютерщика 14 февраля день домового ну одним словом кто хочет тот себе найдет праздник одним словом там один написала еще правда что у вас операторы мобильные вы платите за мобильную связи они потом через 30 дней еще обнуляют ну типа вашу оплату вот кстати плохая реклама с правой стороны я бы здесь не ремонтировался больше 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 я не буду ремонтироваться и правда да у нас так вот примеру там 14 я заплатил 14 числа мне меняется мой план то есть и вот эти мои оплаты на телефон и до 14 там следующего месяца числа будет моя оплата как бы до работать а потом она обнулится даже вот использовал я ее не использовал никого это не волнует это все обновляется берется снова вот именно про это я говорил что сейчас как бы правительство хочет сделать так чтобы хотя бы не обнулялась 180 дней можешь не использовать свой план я может быть там и интернет как бы остался и остались там деньги на счету все у нас такие хитрые эти самые у нас тут две компании которые между собой как бы спорят но мне кажется вообще они наверно и на одном принадлежат бы все у них одинаковые может и ни одному но все равно говорится двум человеком на все ориентирую очень просто мой старый персональ в основные две компании которые держат телефонную связь и вот да значит пример у меня там чтобы не остался сегодня я сейчас еще куча интернета есть я уже говорил сейчас сяду и буду болтать пока он не кончится потому что ночью у меня все одну лица мне снова интернет новый но тот уже у меня пропадет который меня был оплачен и все то есть у нас такое такие хитрые эти самые поделали довольно забавно и хитро все то есть меня тоже всегда это возмущало как ты платишь а тебе раз там обнулили ни с того ни сего через 30 дней ты снова как бы на нулях и если не заплатил следующую эту то у тебя уже все равно ничего не осталось если не заплатишь следующий месяц также вот такие вот дела у нас с этим а потом говорят у вас есть там что-то антикоррупционный за какие-то там эти вот не знаю знаете насчет антикоррупционных я что-то не слышал чтобы у нас были какие-то там вот эти вот дела антикоррупционные что-то слышал что-то собирались создать но по моему там куча протестов у самих депутатов они что-то не сильно хотят чтобы там кто-то что-то антикоррупционные создавал у нас по моему с этим не очень любит народ антикоррупционные всякие штучки которые будут фирмы прижимать вообще у нас похоже что ну большие фирмы большие фирмы вот эти миллиардные так сказать они ну в общем их правительство очень любит их развивает все остальные мелкие это так шушваль которая может будет может не будет таком случае к этой шушвали у нас относят и тех которые сами на себя работают потому что все законы которые издаются такого на повышение еще снова написали вчера что снова рассматривать что снова там большему на трибутисты платили я еще не видел ни одного закона в этом случае пока что экономический не очень валит при новом правительстве сканина и как там политически может посвободнее как-то экономический что-то у них нифига не идет все законы только ущемляющие скажем так сейчас снова сколько было про моно атрибутистов атрибутист это тот который сам на себя работает ну то есть как бы вот как он там по вашему развивается не знаю тот который работник сам на себя платит налоги работает там сам себе так одним словом им такого ущемляют платить не должен больше за то за то за то за образ социально за счет попала ты можешь платить а вот там где хоть чуть-чуть чтобы тебе было лучше вот это никогда не улучшается примеру к примеру скажем так приморную атрибутист нет вообще же хотят извести раньше десять лет назад была максимальная максимальная цена максимальная цена стоимости какой-то штучки который ты мог продать было две с половиной тысячи да я сейчас объясню примеру я частник который платит налоги имея право допустим зарегистрировал деятельность продажа компьютерных вещей вот примеру да так чтобы это понятно было и вот я мог там и 10 или не знает точно сколько восемь лет назад ну где-то так да да наверное 10 лет назад продавать компьютерные вещи которых единичная стоимость не превышала две с половиной тысячи две с половиной тысячи допустим я мог продать если за две с половиной тысячи ноутбуки с я его имею право официально продавать перепродавать и все такое то есть единичная стоимость одну одной штучки не должна превышать две с половиной тысячи это было десять лет назад 10 лет назад может и ноутбук можно было продать за две с половиной тысячи с тех пор что такое не увеличивает увеличивает все кроме вот этой цифры и это прямо споры там везде идут на эту цифру никто не поднимает не старое правительство не новое правительство идет инфляция идет курс доллара меняется сейчас за две с половиной тысячи при таком бросили в экономике как мы растем с такой инфляцией на скоро будет мышка от компьютера стоить они это самое они компьютер соответственно уже ты как бы работаешь официально плачь налоги но продать какую-то вещь серьезную компьютеру ты не можешь скоро ты будешь только жвачки продавать потому что никто не увеличит это из-за нарушение этого что ты типа поднял ну продал какую-то вещь которая цена была больше двух половиной тысяч ты к примеру можешь вылететь из ну как говорят лишиться права быть его атрибутистом соответственно вот это вот фиговина никто никогда ее не увеличит за это а это чуть не самое главное то есть это отсюда ты идешь и смотришь что ты можешь продавать и что ты не можешь продавать потому что дальше остаются ну мелочь какую-то коврики мышки там всякие проводочки ты можешь продавать как бы а вот монитор я уже продать его стоит гораздо больше какую-нибудь даже видео плату я не могу продать она стоит гораздо больше и в таком духе все продолжается так что добавляет все твои налоги тебе добавляю твоя платить и не добавляет только не добавляет там где ты можешь заработать так вот вот как бы где ты можешь заработать вот там фиг тебе кто что добавить то есть так я ищу место стоянки потому что похоже я приехал мы точно надо уточнить и точно точно вот прямо очередь какая-то внутри центра дыграбада а то тут прямо очередь ну-ка ланенько ребятки пойду я ну как говорят это местечко поищу четвертая какая штука 3 какая очередь так ну вот машину будут грабарить значит так будет стоить 820 тоже я говорил это запчасть ну типа части которые дверьки багажник все что снимается будут номерок проставлять да и отдельно еще 500 попросили не попросили а скажу если хочешь полностью комплект ну ты оказывается стекла это 500 а еще будут всякие вот сюда номерки бить видите вот здесь такие зал заезжаешь недолго я ждал очередь и вот чувак уже работает смотрите он такая машинка у него он там что-то набивает вот номера набивает ладно буду ему мешать пускай работает видео на тех дверь как тут будет бить на всем этом номерки на стекла на всем а ты берешь номерок вон там где вот вот такой номерок и в этом зале должен ждать пока в кассу вызовут ну можно заплатить наличкой можно любой кредиткой заплатить или там дебетом заплатить в общем любой карточкой или наличкой вот такой центр оказывается этот ну как бы д ну в общем этот центр не просто мастерская центр от правительства видите написано что цель минист министерства типа этого самого безопасности там правительства ну бы на сайруса имеется правительство городского правительства и вот заезжаю ставишь машину берешь номерек ждешь зале пока вызовут оплатить так опустошили на 1400 правительство дала бумажку дала вот такие штучки которые сейчас приклеят на машину машина дома мне уже быть отгравирована по всем степям а вот номер отгравировал видите так что все теперь везде мне тут набили этот номерок на всех дверь как на всем чтобы не знаю на багажнике сверху думаю не набивали шутка ладно будем клеить эту штуку место так чувак мне сейчас приклеить это домой поедет оба шаг в общем вот бумажка маще министерство дэхустисия и сегуридат ну типа этого в общем переводите кто хочет все сказали пока тебе хороший день был я поехал так что вам еще рассказать значит а могу рассказать когда платил там была бумажка написано что типа это самое наслаждайтесь дорогами аргентины ездите типа с уроках будет поездить и безопасно и для вашего безопасного движения по аргентине шоу вам нужно типа себе иметь при себе иметь ну документация так сказать какая вода она при себе быть еще вообще дорогу себе быть не там такая маленькая памятника висела памятка думаю может кому будет интересно это значит написано соответственно конечно вы должны иметь права для то чтобы есть на машине вы должны иметь седула у нас называется седула это наподобие техпаспорта она же является такой как бы техпаспортом и доверенностью что ли вот так потому что есть седула верде и седула суть такая карточка на которой написано этот самый седула верды это хозяин машины имеет примеру это что написано это написано там допустим что это за машина вот выпуска киевни номера и кто ее хозяин там написано да это седула верды вот там имя отчество там все такое но отчество у нас нет фамилии имя мы столики не присутствует теперь есть седула суть что это значит и такая же самая только по цвету чуть-чуть отличается потом так просто на звонок надо было ответить значит проседу вы рассказывал седула суль такая же самая карточка чуть-чуть другого цвета потому что асуль это синяя карточка в рд это зеленая карточка там написано все те же самые данные единственное что там еще имя того кому карточка принадлежит это как доверенность примеру машина ваша но вы хотите сыну выписать вы можете давать ему свою все время карточку а можете просто выписать такую карточку седула асуль где будет указано что хотя им бы но управлять машину управляет он и он также сама полноправно с этой карточкой ездит там на все дела все делает все возможные так сказать и документацию оформляет там ну в общем все что надо вот едет этой карточкой там указано что хозяин типа бы но бы как бы его доверили она управляет он этой машины она и как бы ему тоже принадлежит вот такого типа сказать можно она как бы принадлежит тоже и ему вот то что вы ему доверили они просто так разу дали но одним словом вот эту надо одну из этих седул иметь права седула потом что надо еще имеет страховку страховку кстати страховка есть такая вещь интересная страховку и платить и многие полицейские раньше во всяком случае было такое меня часто которые пытались разводить вас вы к примеру ездите они говорят страховка показываешь карточку страховки и она ну не просрочен ничего шутяка на год страховка типа с такого-то числа по такое-то число они говорят покажи чеки же ты страховку платишь за месяц а это неправильно они имеют право вас спрашивать чеки они имеют право спросить только страховку это потом если вы начнете уточнять я от примеру чеки с собой по оплате страховки не вожу никогда теперь уже раньше возил пока не знал потом когда все это хорошо уточнил он не имеет право вас спрашивать чеки оплачена страховка или нет это оплата страховки это ваши дела со страховой компанией не имеет этого выяснили бы эти выяснять но не имея вас не лишает если вы просрочите там на день на два вас это не решает никакой таскать дел с во страховку я просто можно там процент какой-то больше придется заплатить еще месяце но одним словом полицейский не имеет права у вас на дороге спрашивать как документы оплата за страховку это прикол уже который выдумывает они сами потом третье вот что я не знал никогда не возьму тут увидел что написано оплата за патенты за номер то есть вот что чеки я должен почему-то возить оплаты за патенты то есть у нас получается так что я допустим капиталь федерале раз два месяца плачу 1200 за патенты раз два месяца выходит это по 600 вот так вот за патенты в месяц но платится раз два месяца так вот оказывается я это чек же я оплатил это патенты хотя я честно говоря тоже не знаю почему там было написано может это потому что хочет приколоться само наше правительство буэносайруса вот что я должен возить еще вот этот чек что я оплатил патенты а если не платил так что то есть для дороги как бы ну ладно я рассказываю то что я увидел на памятке что было написано что это я должен возить теперь значит я должен иметь огнетушитель не просроченный что я должен иметь эти знаки треугольники знаете такие треугольный знак чтобы этот самый чтобы ну вы поняли который ставится если у вас там авария или что такое колесо спустила вы меняете должны поставить треугольные знаки то есть такие красненькие ну вот эти раскладные такие они умеют на багажнике лежат там коробочка такая с такими знаками и потом и потом рекомендации но и не есть обеззаловкой рекомендация на ней с обеззаловка ты должен возить аптечку потому что это не себе залога что это рекомендация ты должен возить аптечку с собой не указано что ты в той аптечке должен иметь то еще по что иметь значит потому что так как эта рекомендация значит там нету как говорят обеззаловки иметь что-то строго то что они там написали рекомендации у нас имеет такой жилетку такую светоотражающую жилетку это на случай если на трассе или ночью там еще меняешь колесо то ты должен одеть жилетку это рекомендация чтобы хорошо видели тебя от фараст отсвечиваться например у меня есть это и аптечка и жилетка скажем так жилетка около знака треугольного лежит в багажнике аптечка под сиденьем лишь там где огнетушитель вот и еще рекомендация рекомендация иметь инструмент для заменки для замены колеса написано то есть этом принципе то что с фабрики идет под запаской лежит там допустим домкрат и ключ для замены колеса то есть вот этот инструмент для замены колеса ты тоже как бы рекомендация должен иметь но не является тоже как бы обеззаловкой то есть хочешь не менять свои колеса вызывай техническую помощь пускай на тебе меня и твои колеса одним словом я рассказал то что я читал только что пока стоял в кассе пока оплату в кассе что спрашивали спросили только ну в общем это самое меня перед тем как я заезжал спросили я буду только все части вот гравировать или части плюс стекло я думаю что это вообще еду стекло гравировать честно скажу оказалось нет то было что обеззаловка части плюс стекло добавили за стекло и когда указу подошел там только спросили дни и то есть олимпийский документ не права дни и этот самый и вот это уже а в рецепт это машина ваша типа и все заплатил денежку мне дали пару бумажек которые я дал технику скажем так и он приклеил тех местах которые посчитал ну и все вроде бы как и как и все сделано а и вот это там было написано что обязательно вот это вот работа которая делала что тоже она присутствует обеззаловки теперь в правилах дорожного движения их ушел типа если я выезжаю езжу по дорогам на все должны иметь вот это еще это гарабадов это было написано по какому закону там я теперь его нужно но я в общем милки перемене скажем одним словом я все что знал рассказал поеду домой надо работать сегодня было четыре выходных сегодня уже рабочий день наступил на человека его цвета рабада второй мой поход будет на почту там разыгрывал призы на рыбайском канале свою поиспанскому языке и мне сегодня надо не при посылочку отправить потому что что ты уже и так задержался уже как 10 дней прошло и таки не отправил потому-то выходные это 5 до 10 это за забегался надо выполнять свои обещания значит сейчас пойду на почту она у меня уже запакованы подписаны просто были выходные надо сейчас отнести сдать на почту отправить посылку ну а потом все вот так что чувак звонил там привод ну как бы ему надо больше сделать также пойду работать по дороге могу что-то поснимать вам показать буйна с аэра сделать какую-то болталку ну думаю может кому интересно будет вот насчет этого если что-то еще интересно такое спрашиваете у нас пока снова вроде бы будет тепло я сегодня прогноз посмотрел обещает ну в общем 30 31 32 температуры такие пока лето продолжается всем пока грейтесь нашим летом или мерзните вашими морозами до следующих видео